Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 29 августа 2024 года, последний четверг лета. Обрабатывала всех котов от клещей, но они чешутся. Не знаю, вот обрабатывала где-то в середине августа. По-видимому, нужно ещё спросить и сделать одну обработку. Клещей, конечно, очень полно. И вот, посмотрите, все чешутся, всех обрабатывала, всех, и все чешутся. По-видимому, надо... Не знаю я, сколько можно делать количество обработок. Узнаю, буду в середине сентября обрабатывать. Ещё потерплю недели-две. Боюсь, чтобы не потравились. Так, сделаю небольшой обзор огорода. Зарастают мои томаты. Убирать буду числа 10 сентября. Потому что, вот видите, прошла фитофтора. Они снова дают мне урожай. И есть хорошие. Уже срывать, заносить дом не хочу. Тут можно ещё прекрасно 10-литровое ведро набрать. Ну, конечно, они вкуснее с этого, с куста намного, чем принудиловка в доме. Но спасла много. 10 ведер 10-литровых томатов я спасла. А эти уже оставила так. На поесть. Очень сильный, большой урожай был. Очень большой. Просто даже вот я и рада, что они погибли. Сколько наконсервировала, много очень. Кабачки не поливаю. Ничего не делаю. И они всё растут и растут. И их никто не ест. На следующий год только где-нибудь по краю куста 3 посажу. Всё зарастает, но влаги нету. Хочу начинать прополку, грядок и отсаживать клубничку, но, увы, не могу из-за засухи. Пыль ужасная. Ужасная пыль. Вот она моя всё, клубника цветёт и цветёт. Вчера собрала 2 литра. По всей площади имею в виду. Нужно будет порядок. Это выкопаю картофель. Картофеля осталось копать мало. И занимаюсь пересадкой малины, клубники. Уже сентябрь, середина сентября будет благоприятное время. Вот видите, выкосили. Травой зарастает. Это всё будем мы уничтожать. Но она всё-таки и цветёт, клубничка. Кое-где ягодки. Вот эти кабачки живут на выживание вместе с подсолнухами. Не поливаю. И капуста, что завяжется. В сентябре пойдут дожди. Капуста ещё силы наберёт. И намного не надо. Это вот, знаете, весна. Как будто бы кто-то специально делает навред. Сажай, 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 сажай. А как подходит сбор урожая, всего этого девать некуда. Так, ирисы мои будут переезжать. Тоже жду дождей. Пересаживать. Голубику буду я, наверное, рассаживать. Не знаю, что с ней делать. Четыре года сидит. И толку никакой. И ягоды. Один раз две ягоды съела. И всё. Что-то я не знаю. Не растёт ничего. Ничего не растёт. Посмотрите, как рвёт дерево. В чём причина, не знаю. Последний год я попробую её полечу. Раны заделаю чем-нибудь цементом или цементным раствором. Вычищу здесь всё. Цементным раствором позаделаю. И сверху известию про это самое. Нет. Раны краской обыкновенной закрашиваю. Вверху рвёт. Везде рвёт. Или прививку сделали на дерево. На это самое. На более слабшее дерево. Лишь бы, сейчас знаете, очень опасно покупать деревья. Делают прививки. Прививки на более слабшее растение. Что оно, это, корень не выкармливает его. Он рвёт, разрывается. Короче, не знаю. Посмотрю. Кукурузы полно. Куда я столько насадила? Укроп у нас растёт. Пускай потом срежу. Метёлкой сделаю. Засушу. Да, можно уже и срезать. Консервация закончилась. Уже не хочу. Семян с него не будет. Надо, по-видимому, узяться. Срезать. На него надеть что-то такое. Сеточку. И подвесить где-то. Зимой будем пить отвар. Ну что, зарастает, где выкопала я картошку. Так, не знаю, что вот сосвел. Цветной капусты она и не завязывается. Её и признаков нету. В чём причина, понятия нет, не знаю. Это вот свет пошла, но это не свел. Надо вырвать, выбросить. Вот здесь белое облако было неплохо капустки. Очень хороший сорт. На следующий год буду выращивать. Я заморозила её. Потом покажу и расскажу, как я её замораживаю. Снять видео забыла. Ну и здесь. Ну мужу наквасить хватит. А так у нас никто щи, борщи не любит. Вообще, я не знаю, этот год. Вообще даже объяснить не могу. Ни огурцов, ни помидоров. Толком не едится. 72 банки закрыла консервации. Не знаю, если дочь не позабирает, не поест там. Сашка вообще от консервации сын отказался. Я сама консервации не ем. Даже не малосоль или огурцы. Никто их есть не хочет. По-видимому, за все годы уже понаелись. И организм, наверное, сказал, хватит. Так, 24-го буду убирать свёколку. Со свёколкой, не знаю, маленькую отложу. Сильно крупную выброшу. Буду делать шубу. Я очень люблю шубу. Единственное, что со свёколой люблю шубу. И люблю холодный борщ. А борщ вообще... Так, здесь всё будет засаживаться сидиратами. Картошку сейчас вот буду копать. Вот этот кусочек маленький скопаю. И тут останется у меня три грядочки. Или, может быть, отсюда воскопаю. Картошка очень плохая. Очень плохая. Это я вот выкопала здесь. Выкопала здесь. И там несколько рядочков. И я накопала пять сеток по два ведра 10-ти литровых. Это позор. Даже, знаете, мне нет желания её копать и показывать. Она почти вся погрыжена, поедена. А хотя какая она была красивая до фитофторы. И пробовала же я копала. Была очень хорошая. Потом мигом сгорела. И всё на этом. Зато кукуруза у нас процветает. Ну, кукуруза пускай созревает. Что положу в морозильную камеру, а что повяжу пучками и подвешу. Потом буду зимой варить. А варить нашла в интернете рецепт, как её варить. Нужно её, это самое, на 12 часов или на 8 часов замачивать. Замочить кастрюльки, поставить в холодильник, чтобы не в тёплом месте прокисало. А потом варить. Говорят, очень вкусная. Ну, вот и будем пробовать. Ну, ещё вон цветёт кукуруза. Есть. Так, всё огурцы, всё засухо. Жду, чтобы влажная была земля. А то очень пыльно, грязно. Не хочу. Никак не повырублю. Но на зиму, у меня ещё сентябрь-октябрь, чистку сделаю хорошую. Оставлю одну смородину и один кружевник. Я думала, у меня с растениями, у меня в одной такие проблемы. Раньше посадишь дерево, и оно растёт без всяких проблем. Но сейчас посадишь, растёт. Еле растёт, и урожая никакого нет. Главное, цветёт весной же. Да так цветёт, как алыча у меня весной цвела. Я даже не могу вам передать. Это такая красота была. А алычи ни одной штуки нет. Ни одной штуки нет. И когда цвела, стояло тепло, так хорошо. Мы же поливали обязательно. Когда цветёт, нужно, чтобы влаги ей достаточно. Ни одной. Ну, что делать? Что делать? Цветы мои горят. Горят всё. Избавлюсь от цветов. Или природа мне помогает избавиться, чтобы лишнего не насажила. Вот трясусь над этой розочкой. Трясусь. Единственное у меня осталось. Очень боюсь, чтобы она не погибла. Обрезать сильно её не буду. Наполовину обрежу. Корни хорошо усыплю землёй. Просто землёй. От песка очень сохнет. И я в песке разочаровалась. Так, что ещё? Ну, в сентябре буду чистку делать. Хризантемами довольна. Я их поливаю. Перечная мята. Ну, вот куда она так разрослась? Наполовину обрежу и наполовину куст уменьшу. А вот хризантема жёлтая очень плохо цветёт. Солнышко, цветочек очень красивый. Надо где-то ирисы отсюда убрать. Пересадить в другое место. Разделить вот эти голубенькие. Очень хорошие, красивые ирисы. А здесь посеять рудбекию. До чего же я её люблю? Простые цветочки. Здесь ирисы пускай сидят. Вот лилии. И разочаровалась я полностью в лилиях. Как они болеют. Как они жуками покрываются какими-то. Не знаю, выкопаю. Переберу. Крупные пересажу. А мелкие нужно отдать кому-нибудь. У меня есть моя родственница. Она очень любит цветы. Но и она столько времени на уход им отдаёт. У меня такого нету. Малина, малина очень малая. Мало у меня, но столько много дала урожая. И ещё немножко будет. И ежевички попробовали. Заморозила много малины. А вот это вот что такое, не знаю. В прошлом году мне давала родственница. Розовенькими, наверное, будет, цветочками. И сажала раз, два, три, четыре, пять кустов сажала. Один кустик только выжил. Выжил. А это я уже свои сама пересаживала. Вот люблю я. Прям умираю. Люблю простые. Простые цветы. Простые. Вот пионы я зря. Придётся, наверное, вот здесь. Или нет. Здесь место плохое для пионов. Где-то с краешку посадить мне пионы. Там их все истоптали. Перенести даже не... А вот точно, мои дорогие друзья. Здесь у меня тюльпаны. Повыкопаю все тюльпаны осенью. Уберу эти все ягоды. И вот здесь я посажу свои пионы. Пересажу. Вот так я и сделаю. Они на солнце горят. Два куста здесь посажу. И куст там посажу. Так я и сделаю. Ладно, заходите в гости, мои дорогие друзья. Буду вам очень рада. До свидания. До новых встреч. Пока.